Смотри, кто-то сделал анимацию. Может, это не так страшно? Нет, вовсе нет. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами, как всегда, Кин, и в конце видео я покажу вам голубя-циклопа. Ну а пока что, ещё раз. Здравствуйте, меня зовут Кин, и... Город Среднекаменск медленно, но верно погибает от отходов промышленной компании Молот под предводительством Корчагина, которому никто не может противостоять. По совместительству в этом же городе живёт и работает скромный и неуверенный в себе полицейский Гоша Котов. И вот Гоша, дабы произвести впечатление на девушку, которая ему очень нравится, решает устроить проверку завода. Но, само собой, он ничего там не находит. Зато Корчагин узнаёт, из-за кого Котов к нему пришёл, и наказывает его возлюбленную, устроив поджог в её ветклинике. Благо, животинки не пострадали, но один пёсель убежал. Гоша, чувствуя свою вину, отправляется на его поиски и находит его на болотах, куда Корчагин незаметно сбрасывает свои биохимические отходы. Кузя! Кузя, иди ко мне! Не желая идти, пёсель кусает Гошу, и в рану попадают те самые отходы. И поначалу он не придаёт этому значения, но при этом он понимает, что стал увереннее в себе, сильнее, ещё и заикание пропало. Только вот одно но. Бонусом к этому у Гоши вырастают клыки, когти и мех. И теперь он никто иной, как настоящий оборотень в погонах. Осознав это, Гоша объявляет войну несправедливости. И в частности, предприятию Молот. Да, что ж такое, второй подряд обзор на канале на русский сериал про ментов и бандитов. Ну, в свою защиту скажу, что тут есть оборотни. А это мои любимые монстры. Команда Джейкоба рулит? О боже, Эдвард, ты самый лучший! Нет, Джейкоб лучше! А поэтому я не мог обойти сериал стороной. Камон, это русский сериал про оборотней. Почему бы и нет? Но обо всём по порядку. 20 июля на Иве стартовал сериал, название которого, признаюсь, мне дико нравится. Разрешите обратиться. Блин, оно гениально связывает полицию и оборотней. В общем, браво, браво. Что же касательно самого сериала, то я заметил, что он выполнен по всем голливудским канонам жанра. Нет, само собой, размах и визуал тут явно не голливудский. Я имею в виду, скорее, подачу сюжета. Тут, как и в любом другом уважающем себя Ликан Муве, у нас имеются и охотники, и плавно раскрываются персонажи, и плавно преподносится тема оборотней. И даже есть несколько, что уже удивительно. Вот это поворотов. Правда, один из них я предсказал ещё в начале. А предсказал я, потому что такой поворот свойственен зарубежным проектам Ликан Типа. А вообще заметно, что создатели вдохновлялись многими подобными проектами. Но больше всех, конечно, выделяется... Болчонок. Тут вам и не уверены юноша, один задыхается из астмы, у второго заикание. И оба перестают это делать после обращения. Друг, работающий в ветклинике, браслет для определения пульса, охотники... И даже... Бег на четвереньках. Но всё же, в отличие от того же «Ухожу красиво», создатели не плагиатели, а именно вдохновлялись идеями. Так как Гоша... Не оборотень. В привычном нам понимании. И это надо запомнить. Это на многое влияет, из-за чего хотелось бы поговнить, но я не буду этого делать. К примеру, я очень надеялся, что создатели избегут кринжовых шуток по типу этой. Объект научился контролировать своё состояние. Ну вот. И, конечно же, так и хочется начать кидаться какашками, мол, ни один оборотень так делать не будет. Но, повторюсь, Гоша не типичный оборотень. Он скорее мутант, укушенный собакой. Следовательно, такое поведение может быть ему свойственно. Тогда, что же действительно отнести к минусам? Вы, наверное, ждёте, что я сейчас начну говнить на внешний вид оборотня. А вот хренушки. Вспомните снова же первый сезон «Волчонка». Что мы имеем? Накладка на нос, брови, баки. Баки. Какой ещё баки? Глаза, клыки, когти. Что мы имеем? Разрешите обратиться. Глаза, когти, борода, клыки. Небольшой грим и свечение. Которому тоже можно было бы придраться, но напомню. Гоша искупался в биохимических. Возможно, радиоактивных отходах. Поэтому почему бы ему и не светиться? А вот действительно к минусам я бы отнёс небольшое провисание лекан-динамики в середине сезона. Там тема оборотней немного тормозит и начинается скучная полицейская возня. Но благо потом всё снова приходит в норму. Также в сериале некоторые вопросы остаются без ответа. Но это нисколько минус, так как есть явный намёк на продолжение. В котором, скорее всего, могут быть даны или же будут даны ответы. К примеру, один из таких вопросов касается охотников. Кто они такие? На кого они работают? Их всего двое или целая организация? Также они знают про существование оборотней. Но они знают, как обратился Гоша. Следовательно, есть и другие леканы, обращённые иными путями. Так это или нет? Думаю, ответы будут даны во втором сезоне. Ну а пока что можно немного пофантазировать. А именно, Компании Среда принадлежит ещё один проект про монстров. И я говорю про пищеблок. И во втором сезоне также появляются, конечно, другие, но охотники на вампиров. Мы с Лёвой уже два года по союзу колесим. Стратилатов ищем. Так почему бы Среде не сделать так, что пищеблок, действие которого происходит в прошлом, является приквелом «Разрешите обратиться». Ну а те самые охотники – это создатели организации по борьбе с нечистью. А охотники из РО – это уже её члены в будущем. К тому же, в одном сериале у нас нетипичные вампиры, а в другом – нетипичные оборотни. На что жалуемся? Серьёзно. И ведь сделать подводку к такому кроссоверу очень просто. Достаточно упомянуть в третьем сезоне пищеблока «Среднекаменск», ну а во втором сезоне «Разрешите обратиться» «Лагерь Буревестник». И у всё. Конечно, вряд ли среда на это пойдёт, но, как по мне, идея такого кроссовера, расширяющего лор обоих сериалов, весьма неплоха. Тем более, что «Разрешите обратиться» не комедийный ситком, а полноценный сериал с комедийным уклоном. И при желании его можно было бы адаптировать к подаче пищеблока. Ну а как вам идея такого кроссовера? Думаете, могло бы сработать? Напишите в комментариях. А я пока подведу итог. «Разрешите обратиться»? Блин, всё же шикарное название. Хоть и вдохновлён зарубежными проектами, но всё же неплохой российский эксперимент на тему оборотней. Что самое главное, по крайней мере лично для меня в проектах подобного рода, то, что отделяет хорошие шикарные фильмы и сериалы от кринжового трэша, это актёрская игра. Особенно в момент превращения. Если актёр кривляется и переигрывает, то сразу в топку. И в этом плане в «Разрешите обратиться» всё прекрасно. Также к плюсам можно отнести оригинальную идею причины обращения и довольно смелый и доходчивый социальный комментарий на тему загрязнения окружающей среды и продажности полиции. Блин, до меня только сейчас дошло, что тут даже есть референс на Марвел. Сам же сериал заканчивается на жирном клиффхенгере. И я очень надеюсь, что создатели не будут затягивать с выходом второго сезона. И он расширит лор мира русских монстров. Ну а на этом у нас всё, дорогие друзья. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то буду благодарен за лайк и подписочку. Ну а как в описании, так и в закреплённом комментарии вы найдёте ссылку на новую группу ВК, в которой я периодически стараюсь выкладывать новости мира кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Ах да, блин, вот голубь циклоп. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok